Ну, продолжаем, ребята, с вами проходить дальше нашу игрульку. Нам надо выбраться из этой ледяной пещеры. Прыгай, Ларка, прыгай. Ларочка наша. Так, да. Куда? Да, отлично. Зацепилась. В прошлой части мы с вами кораблик, общем, мы оляли по полной программе. А в этой части посмотрим, чем займемся. Лед, лед, везде один лед. Ой, когда же мы выйдем к людям? Так. Прыжок. Многие совершили труды. Опа. Ещё один тоже. Отлично. Опять две монетки, блин. Кажется, чтобы от того торгаша купить всё добро, для которого мы собираем монетки. А банати с вами, похоже, реальный гайд, чтобы всё тут отшмалять. Чё-то момент задыхаться начинал, но не бывает. Отлично. Как он и теснее мерзлит. Меж тем этот безумец продолжает идти. И я не знаю, что его подгоняет. Мы пересекли ледяные горы на краю мира. Его люди гибнут. Каждый день я натыкаюсь на могилы или просто тела, брошенные на обочине едва заметной тропы. Я исхудал и осунулся, но я так близок. Моя лошадь пала. Та самая кобыла, на которой я воевал против болгар. Пришлось её разделать и забрать мясо с собой. Но я близок, как никогда. Оттуда, из-за гребня горы, раздаётся их пение. А в ближайшие дни я прикончу пророка и вернусь в орден с победой. Ещё один день. Всего только день. И я его настигну. Обломишься ты, а не вернёшься с победой. Вот какой... Скажем так, широкий мост. Отлично. Советская база. Костерок. Я тебе не враг. Это мы ещё посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты подозреваю. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Ещё раз тебя увижу, сажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Итак, тут живут люди. И живут, похоже, давно. Десятки. А может и сотни лет в изоляции. У неё на платье был узор. Какие были распространены в Византийской империи. Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно о затерянном городе и святом источнике? Ясно, что Троица сделает всё, чтобы это выяснить. Кем бы ни были эти люди, боюсь они в большой опасности. Надеюсь, поговорка про врага моего врага окажется справедливой. Далага и в большой опасности они изотели. Если бы ты бы не нашла бы никаких документов, их бы тут не было. Ой, блин, сколько тут искать-то всякой хрени-то. И это ещё, кстати, не самое большое количество. Так, что у нас интересно. Есть вот оттепление. Есть где больше искать надо. О, блестяшка. Блестяшка, хорошо. Какие-то ворота. Кажись, заперты. Туда и наверх обратно похоже. Может, что-то типа того. Заяц. Ну да. Как всегда, мега эпичная меткая стрельба по зайцам. Да ёб, что я имею в виду. Опять вот, знаете, я начинаю эту тетиву натягивать до конца. Нет, не столь обязательно. Ну, не знаю, как там. Вот сейчас до конца не стал дотягивать. И прибило это шло. Вы шутите? Я тут два часа зайца пытался отстрелить, пристрелить, завалить, замочить, как хотите называйте. И, оказывается, у меня инвентарь переполнен. Нет, при следующем костерке надо будет прокачиваться обязательно. Так. Да, вот. У нас ответвление было какое-то. Это пещерка. Но это не является домгробницей. Ну, полно пещерка. Чего бы не зайти, не заглянуть. Не поздороваться. С кем-нибудь он с черепушкой в стене. Ну, ничего, пару черепушек. Я понимаю, кому-то может быть скучно. И мне немножко, но ресурсы нужны. Скоро все будет, ребята. Скоро начнется их. Уже был небольшой, но скоро у нас начнется сама советская военно-группа. Ну, здесь будет много противников. Где будем отстрелить? Скажем, как производить отстрел недорогов. Опять две монетки. Клокос из Никеи, астроном. Что-то как-то... Тут подъем наверх. Возвращение назад, что ли? Заценим. Да, учитывая значок, это... Да, вон, дверку, которую мы проломили. Это назад. Значит, нам вниз. Значит, пойдем дальше. Да, кстати, в предыдущем видео я заметил уже только, когда монтировал. А, когда помните, мы канистры там с бензином или чем-то в пещере кидали. Я типа хотел кусты поджечь или что-то такое. Привет, чувак. Как тебе тут отдыхается? Еще две монетки. И я высылал в канистру. Кустам было пофигу, но зарались какие-то доски, которые закрывали там проход. Я вот не помню туда, можно пройти или нет. Потому что в Xbox я просто давно играл. Но поскольку я, скажем так, комментировал этот процесс, я на это как-то не заметил. Вернее, не так. Я этот проход не заметил и как-то на это не обратил внимания. Так более правильно говорить по-русски. Попробуем. Это сейчас, не подумайте, это не заглютило лак. Вот я пытался в прыжке развернуться, зацепиться. Надо мне-нибудь еще попробовать в более высоком уступе это сделать. Нифига она не хочет разворачиваться. Ладно, мы еще поищем более высокий уступ. Так вот, все самое прикольное, что я реально не заметил это, не обратил внимания, не отлегся на комментарии. Вот в этом-то и минус, надо этому учиться. Все-таки давно я не болтал во время игрового процесса. Не, нафига, нам пошли дальше. Так вот, и из-за этого мы, скорее всего, пропустили вход в ту пещерку. По-моему, это был все-таки факт какой-то, потому что там именно доски разлетелись. Как-нибудь, я думаю, либо на видео, либо без видео. Уже сам по себе, чтобы вам это посмотреть. Вот, подзли по этим пещерам. Я туда, ребята, вернусь, посмотрю. Может, даже засниму, чтобы уточнить. Ну, да, вот, не заметил. Внимательность, на самом деле, немного портится, когда ты болтаешь во время процесса. Я ему уже ничем не помогу. Поступили следения. Константин едет из тюрьмы. Нужно навести порядок до его приезда. Эй, меня кто-нибудь слышит? Чтоб тебя, я с никчем. Первый день в Сибири и нате. Два года в Афганистане, еще один в Индонезии, и ничего. А тут один день во льдах, бац, уже одного убил. Я смотрел, как у парни стеклинили глаза, а он все о чем-то просил. Не по-русски, черт его знает. Так что я просто ждал и смотрел. Только что передо мной был человек, и вот ничего. Просто кусок мяса. Меня стошнило. Заболевал Сугро прямо поверх его крови. Он был мертв, а я жив. И чувствовал себя прекрасно. Константин все время повторяет, что мы здесь с особой миссией. Говорит, что мы выполняем божью работу. Я, кажется, начинаю его понимать. Да, я же говорю, фанатики. Ну, а что самое прикольное, что они до сих пор думают, что у них проблемы со связью, а не то, что кто-то типа ходит, их там валит налево и направо. Ну, это и хорошо. Пускай так и дальше думает. Это кадр. Ежики, ээээ, что-то ты не туда упала. Оно вниз, на землю. О, отлично. Я смотрю, у тех, кто делал игру, цифра 2, это прям их нелюбимое счастливое число. Всех бешеный. Бросится на троих вооруженных людей с одним топором. И как только одного из них удалось взять живым. Кто они вообще такие? Разведка докладывала. Кажется, там что-то было. Я посмотрю. Понял. Ёс, молодец! Да-не-не, чувак, тут никого. Отдыхай. Ребен, не корься. Вот, ребята. Ребен, не корише. Ребен, не корише. И еще прибаловут. С тем, что мы пополам лезть на советское желание. С тем, что мы здесь забыли. Одному из местных взяли жильем, хотят докрасить. Но это стоило на фрейме. Наверное, начальник хочет знать, что неизвестно. Константин ожидает от нас большего. За это уже тут кто-то поплатится. Отвожи боеприпасы. Храни их отдельно от провизии. Пусть будут под руководством, с чего не пригодятся. Так точно. Ну, еще как поплатится. И в ближайшем будущем мы это увидим. Все. Больше пять тайков после взрыва сгорело. Хех. Это никуда не годится. Ну, это я знаю, поскольку я этого проходил уже. Кстати, я забыл на тот момент сказать. Запомните ту фразу, когда Ларк сказал, что здесь люди живут в изоляции десятки или сотни лет. И вот один прикольный моментик, который я не знаю, насколько он показывает изоляцию. Да уже вы могли видеть, что те люди, которые живут в изоляции, которые типа потомки бизантийцев, там, пророка, в крайнем случае, изучили русский язык, поскольку были, скажем так, рабами советской армии, чтобы верить этим записям. Но она очень здорово шпрехать на английском. Почему-то. Кого они научились обреть по-английски? Интересно. От них что же так быстро? Ну, немного здесь сейчас мы с вами наглеем на глазах у противника. От твоей ящики и тому подобное. Хотя они не совсем нагло, как пьете. Нет. От твоей ящики. Уже когда-нибудь видно, не сочетание. Или они как типа Хо Шесат из сериала Энтерпрайз. Про первую НХ-01. Про первую Энтерпрайз самую. Ей стоило там пару слов услышать, а она уже как-то неспокойно болтала на инопланетном языке. Ну и плюс еще одна вещь будет интересная. Одна вот прямо скоро, довольно. Скоро мы не найдем. А вторая будет, конечно, подальше намного. Ну то, что интересно. Ихняя изоляция, блин, называется. Вот так. Знаете, можете заметить, что на мониторах показывается одно и то же. То есть на всех мониторах там какая-то типа икона или картина. внутренний. Эгэцны и первые засады не заметили пока они внутри. Они тут как у себя дома. Тща. Кричь, эти крутые. Наш путь непрост, но Троица все равно требует, чтобы мы прошли его. Вы пройдете, может быть, в ваших влажных фантазиях, но тут точно нет. Старый советский плакат. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Заценим, что там написано. За свободу и Советского Союза. Конечно, там, не знаю, немного мне как-то от монитора отсвечивает. Я знаю, что брался за сомнительные дела и что тебе это не по душе. Но я не мог упустить этот контракт. Я годами пытался наняться к троице. Они не светятся, платят кучу денег и у них всегда есть работа. И вот я здесь. И уже хочу назад. Мы торчим в заброшенном советском комплексе у черта на рогах. Никто не говорит нам, что происходит. Сейчас окажется, что мы помогаем каким-то бандитам добыть ядерное оружие. Это еще в лучшем случае. Напиши мне, как только получишь это письмо. Я наладил безопасный канал в сети. Для такой операции защита слабовата. Впрочем, они меня для того и наняли. Так, нужно открыть еще вон тот ящичек. Давайте его откроем. Голос для того, кто озвучивает, конечно, шикарный национальный. Не настолько крутой, как в первой части, где было. Типа два русских документы, когда зачитываются, они просто юморные. С таким говором, типа полублатным, полубандитским. Это шикарные документы. Документы стали и знаменитые. Здесь такого, кстати, нету. Опа, не падать. Это все равно прикольно. И как вы заметили, уже даже кто-то из них них даже. Из самих этих, скажем так, наемников. Хуже начал допенивать, что какие-то они все шизанутые. Не то, куда он хотел устроиться. Если уж даже кто-то из их, из самих, понимает, что трудо. Ну, что уж говорить. Отец, а тут лампы эти наставлены для чего? Для красоты. И ящичек. Тут новую фишку нам придем. Поджигай красиную лампу. И поджигай. Кстати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красная армия приближается. Я следил за ними неделю. Смотрел, как сотни людей строят железные чудовища во льдах. Многие умерли. Их мерзлые тела разбросаны по тундре. Никаких погребальных обрядов. Ни похорон, ни костров. Эти чужаки, жестокие безбожники. Что они ищут? Драгоценные металлы в горе? Или, как многие их предшественники, они пришли за святым источником? Вновь моему народу пора готовиться к войне. Пять очередная пропаганда. Советский Союз это жестокие безбожники, а американцы, которые травили в Ряза, сомали скальпы. Открывать подавление, быстро! Разневое прикрытие! Возьмите и ехать! Снимали скальпы с индейцев. Это хорошие люди. Ну, как всегда, пропаганда. Она в виде пропаганда. Отделась, отделась. Кому у них в плену? Надо. Надо. О, нет. Нет, нет. Да. Так вот, что я хотел еще сказать-то. Ролик такой, что я еще... Ой, прервал там. Сродо пробовал кинуть керосиновую лампу. Не очень она взрывается. Бьется стекло, и... Снимаем все. Может, конечно, советскую керосиновую лампу не убиваем, может, современные кинем керосиновую лампу дерьмо. Ой... Ну, у меня, конечно, старое, советское. И то, что стекло там было, скажем так, уже лопнутое, и оно все равно шло на замену. Я в свое время проводил эксперимент такой. Лопа не пострадал абсолютно. Как оно там? Медеечку вряд ли устранить. Когда мы ее за перейдем, то мы пока не найдем новую лампу. И его лишь мы можем найти здесь каптейль. Я оставил тебя за главных. Да, сэр. Но мы не ждали такого сопротивления. Ты был моими глазами. Ты должен был видеть. И понимать, как много зависит от успеха операции. Да, да. Но... Нет. Нет. Не понимаешь. Нет. Мы очень близки к цели. Но должны сохранять бдительность. В случае успеха. Нас ждет много. Наш собственный мир. Константин, вас срочно просят вернуться в тюрьму. У нас пренник, возможно, знающий про артефакт. Будьте верными. И войдете во славу святого источника. Боже, прошу. И что с ним делать? Не трогайте его. Похоже, у нас снова утечка топлива. Что тут случилось? Это и к... Эти слабосы. Давайте его перекроем. Мы больше не можем позволить себе терять топливо. Сейчас сделаем. Вот как раз вам момент, и когда я тут говорил, кому-нибудь достанется. Доставься капитально. Хотите на работу к такому работодателю, а? Хэдшот. Еще один хэдшот. Так, здесь их слишком много. Будем рисковать по бурякову-то у тебя. Чувака, чтобы не мучился. Мы же не звери. Все, ну, что-то. Надо как-нибудь попробовать с этими двумя стрелами. Нам, что-то, говорили, там, на... На что-то было, наверное, да, чтобы нажимать карту. Ну, все равно хорошо мы их положили всех. Да, и, наверное, надо будет какой-нибудь... Очко навыка. Собачить. То, чтобы после убийства противника... Вот видите, опять то же самое же на мониторе. Чтобы после убийства противника нам бы... Все его добро бы давалось бы стоматически. Как бы уничтожить эту цистерну? Ну, как-как, поджечь. Так, нам надо наверх забраться, иначе внизу все-то подорванет. Хорошо, ну, та лампа... Не советую ее использовать. Это, скажем так, приманка-заманка. Потому что, по-моему, этого убить может. А вот... Вот эта лампочка, скажем так, керосиночка, это... Прям по-финшую. О-па! Да стой ты на месте! О-о-о-о! О-о-о! А-а-а! А-а-а! Идет к Магомеду! Магомед пойдет к аю! Ну, или ладно. Ко-о-о! Так, где ты там? А давайте в бочку. О-о! Интересно, отчего? Стрела, походя сквозь бочку, скажем так, создала иску. Снова советская пропаганда. Ночь работе не помеха. Угу. Извините. Ночь работе не помеха там написано. Считайте три слова практически. А-а-а! А там написано куча. Ну, конечно, пропаганда. Как пропаганда не Советского Союза, а пропаганда против Советского Союза. Костерок. Костерок. Костерок это хорошо, значит, сейчас будем завязывать. Я думаю. Так, нет. О, Зойки. Или не стоит. Не стоит. А может, стоит. Здесь Константин. Тот, кто пытался убить меня в Сирии. Он жесток и опасен. И что хуже всего, непоколебимо уверен в истинности своих бредовых идей. Мне вообще везет на религиозных фанатиков. Впрочем, ничего удивительного. Кто еще будет так охотиться за тайны бессмертия? Его люди упомянули пленника, который может что-то рассказать. Может, это один из здешних обитателей? Если так, что он знает? Люди троицы не церемонятся при допросах. Надо найти его. Узнать, что ему известно. Заручиться довериям местных будет полезно. Что, кстати, интересно. По-моему, в классической серии я всю ее, конечно, не проходил. И делал, в основном, в последней части. Ну, и видел там моменты прохождения первых частей. И там, по-моему, не было никаких религиозных фанатиков никогда, кроме, по-моему, то ли в третьей, что ли, части, то ли где-то, где там этот кинжал какой-то, который в драконов всех превращал. Там, в основном, просто мистика. А здесь, помимо, ну, считайте, мистики, в первую часть, это королева полутохлая, которая могла погодой контролировать. Здесь просто под конец будет бессмертная армия. Плюс по всему этому то, что если там просто, ну, и простые, скажем так, люди, враги, как, например, в Uncharted, в том же, там, таких ребенок-фанатиков, считайте, и не было никогда. В первой части этот главбрет вообще не знал, что там ищут. Там его этот, другой, который подставляет виктор, как его зовут там, он был в курсах. Во второй части Лазаревич знал, что он ищет. Там не было никакой религии. В третьей части тоже они знали, что ищут. Тоже никакой религиозности. В четвертой части вообще, даже не рядом там, чисто, просто охота за золотом. А здесь вот именно, что в первой части Ларкеркио. Религиозный фанатик, убивавший людей ради этой королевы Драны. Что здесь религиозные фанатики. Лук. Лук. Классный пистоль. Так, надо усилить, я думаю. А может не надо? Все-таки, я думаю, надо, что-нибудь, чехлодрон, или уменьшить отдачу. Детальки. Давайте его ровно увеличим. И отдачу. Прикольный пистоль, наверное, один из лучших на данный момент. Так вот. Что предыдущий главгат, это религиозный фанатик с кучей последователей. Что здесь главгат, религиозный фанатик с кучей последователей. Ну ладно. Главное, что сама игра-то прикольная. Интересная. Стоящая того, чтобы ее пройти. И даже перепройти. Прикольная. На четвереньках. Бедная Бибика. Нам все-таки пора завязывать. Сейчас попробуем, может, в зайку попасть. Зайка. Видели, он как-то подпрыгнул, как-то ему по лапе попал. Вот сейчас должен был вообще в него попасть. Что за шняга? Получай. так-так-так-так-так-так. Здесь я опять перетянул. А там я уже отпускал. Опять сейчас выстрелит сама. Старела эта сама. Ларка. Ларочка наша. Зайка, ты где? Так, отпускать нужно. Тетеву сейчас опять. Да, нормально. О, молодец, красава. Едине, рыбайся. Жалко, Зайка. Ну, что поделаешь? Незаметно здесь не пробраться. Должен быть другой путь. Ну, прям в парке аттракционов. Как от какого-то. Не стреляй. Я тебе не враг. Вы вообще кто такие? Я все объясню позже. Если тебе нужны ответы, слушай внимательно. Нам удалось уничтожить старую радиовышку, но она была связана с другими при помощи ретрансляторов. Их нужно отключить. Помоги мне, а я поручусь за тебя перед остальными. Я ими займусь. Хорошо. Времени у нас мало. Я попался, ребята. Люди. Я проник во вражеский лагерь и узнал, что они пришли за сокровищами горных недр. Они понятия не имеют, какую тайну мы храним. Строители железной дороги сами пленники, рабы Красной Армии. Теперь по железной дороге движутся огромные машины, которые привозят новых рабов, провианты, сырье для постройки небольшого города. Пора мне вернуться к моему народу и спланировать нападение. Если мы сумеем измотать их прежде, чем они доберутся до горы, возможно, они сдадутся и повернут назад. Ага, не читайте. Ну, хотя на самом деле здесь будет так, что типа Советская Армия бежала с криками и визгом. Ну, как всегда, фантастика и поганда. На самом деле, я думаю, если они хотели бы сравняться с землей, бы не сравняли с землей. Прикольная печка. Так вот, что я хотел сказать. Вот вам один из примеров. Это вот они жили в души сотни лет и не общались ни с кем. Да и... Вселенная, да, вот они знают, что такое антенна, ретрансляторы и тому подобное. Но это ладно. Допустим, ретрансляторы, все дела. Но это что дальше будет. К тому же, когда мы попадем в верхнюю деревню, будет там миссия одна очень интересная. закончила и там что же все перекрытики. И еще нет. Я не все нашла. Будет весело. Сто пудов люди, жившие в изоляции, знают Россию устройство. Как оно работает или ничего, ну-ка не знаю, Ну, ну, если она дает сложности, да, ну, и пофиг. Сейчас заберемся в эту пучку. Там что-то есть. Ой. Так, наверх, наверх. монета, с тряпкой. Ну, наверное, может быть, удаляется. вот три пирамиды прощады и попадаешь ему в шею а в голову бывает что он не сделан если в корпус то что он в корпус трёх зависит куда попасть ну всё на этом всё ребята встретимся как говорится в следующей части в следующей части в следующей части в следующей части